Я слушаю вас. Говорите. Мир вам, Игнатий Тихач. Мир вам, Ольга. Да, я вот, Ольга, живу в Москве. Узнала вас по интернету, ютубе. Заочно знакома с вашим интернет-сообществом. И вот у меня, ну, уже, наверное, третий год я вот, так сказать, слушаю вас, смотрю. У меня вопросы касаются своей личной жизни духовной. Так, минутку, у нас все записывается, выставляется в интернет. И все выставляется. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю дальше. Вопрос у меня первый, самый главный. Вопрос спасения. О рождении свыше. Вот, Игнатий Тихач, как вот правильно понять, рожден ли ты свыше или нет? А как, все понятно, я вопрос уже перехватил, я уже отвечаю, что время не затратить. А как вы узнаете, ребенок в роддоме родился, живой или мертвый? По каким признакам? Ну, по признакам жизни. Вот и это так же. Ну, назовите какие-то факторы. Что, в первую очередь, ребенок издает крик. Дальше он дышит. Дальше ищет молока матери. Правильно, нет? Правильно. У мертвого ничего этого нету. В духовном плане точно так же. Если человек не родился свыше, ему все, трын, трава. Вот давайте по порядку. Тут везде три ступени. Молитва трех ступеней. Первое. Дай, помоги, спаси, сохрани, умножь, просьба. Там все. Там и верующие, и неверующие, коммунисты, и мусульмане, все на этой ступеньке. Второе. Благодарение. Получил ты просимое, не получил. Благодарю Господи. Ты Бога делаешь должником, говорит Иоанн Златоуст. Третье словословие. Я не прошу, мне ничего не надо, я вошел на ангельскую ступень. Слава. Аллилуйя. Слава отцу и сыну и святому духу. Вот три ступени. Точно так и обращение. Первое. Отвергнись с себя. Возьми крест. Дальше следуй за мной. Господь говорит, кто следует за мной, а не отрекся от себя, не достоин меня. Что значит отречься? Надо узнать, кто ты. Возьмите бумагу, расчертите и скажите. Я такая-то. Ну и дальше. Во сколько встаешь? Почему ты пришла в православную веру? Сама себе ответь однажды. Как ты смотришь на то, что тебя поносит, когда неправду говорят? Когда они презирают тебя или хвалят? Какая реакция твоя? То есть вот это все себя я свое нарисую, чтобы любой понял, начиная считать. Вот это Оля. У меня тысяча Олик, но это особая Оля. Вот какое дело. Второе. Возьми крест. Крест это страдание. Страдание бывает от болезни, от гонителей, от соседей, от кого угодно. Плен попал человек. Как вы относитесь к этому? Господь проверяет человека. Вот меня проверял, я прошел пять тюрем. А теперь канонизирован, полностью реабилитирован, жертва политических репрессий. Видите как? А в то время у меня сильно развито было, что я почти 50 томов насчитал на катушке и размножил это все. У меня там студия была. 15-10 магнитопонов только. Все разорили. У меня такая работа шла до заграницы. Новые люди приходят. И вдруг наручники, поезжай, голубчик. Бога благодарить. А сколько теперь там внутри тыльмы обратилась, а в лагерях. Сегодня, когда люди смотрят, вещь невероятная. И пишут, говорят, тысячи людей обратились ко Христу. И пришли все в православную церковь, когда ты крест Христов с радостью несешь. И третье, следуй за мной. Что говорит Святая Библия? Все время по ней интересуйся. Еще проще. Первый шаг к тому, чтобы родиться, надо признать, что ты мертвый. Что ты, если умрешь сегодня, душа твоя рая не увидит. Господь говорит, надо мной уверовать. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное. Он даже не увидит его. Даже мытарство не проходит. В ад летит вниз головой. Это дело очень серьезное. То есть, надо признать. Ну вот я не делал, что не делают. Я не воровал. Мне 84 года, я еще ни у него матерка не сказал. А работал с заключенными, прорабом до армии. Сам прошел такие трубы ГУЛАГа. Я не понимаю, зачем грязь эта, как Чехов Антон Павлович говорил. Это низость и убожество души. Скверное слово. Ну, просто надо поверить в это. Вот Господь, когда тебе покажет, я не делаю то, что делаю. Я с женщинами не связывался. Меня Бог сохранил от этого. Но я понимал, что если я умру, я буду в аду. Где-то я родителей огорчил. У нас в семье 10 ребятишек было. Отец с фронта без руки. Мы с детства в бедности жили. Ни одного больного нет. Вот чудо какое. Ни мальчики, ни девочки. И вот, когда ты признаешь, что ты погибший, у тебя душа буквально возопит. Господи, я мертвец. Я никуда не годен. Дай мне рождение. И тогда взгляни на Христа. И ты, по слову Божию, увидишь. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, ибо иго моё благо, и бремя моё лёгкое. И найдёте покой душам вашим. Вот этот стих. И когда вы это возопите, и каждый день будете знать, православие – это самая истинная вера на земле. В одной только Америке разных сектантов 21 тысяча. Называть динаминации, конфессии. Которые сохранили у себя священство. Это католики, православные. Это старообрядцы, которые имеют священство в Белокринецкой иерархии, и Новозыпковской. Григорияна Армянская, апостоличные. Копты и сирийцы. Всё. Вот это пять. Это пять от ствола, как бы сказать, пять мест, где получаются нужные продукты. Фрукты для человека. Вот надо признать, меня никто не мог обмануть, что вот я не делаю, что есть, я люблю старых, последнюю несу им, зарабатываю. Я понимал, я погибший, и место мне в аду мало. Почему? Когда ты увидишь себя в очах Божьего Света, да что это означает? Мне очень много в жизни давал Господь, знания языков иностранных, выход за границу, где я работаю, как... А душа всё время скорбела. Я умру, и я буду без спасения. Ещё фильм посмотрел «Отверженные» Ле Мизерабле, Виктор Юго, «Отверженные». И там, когда он уже при смерти, а он столько перестрадал, его приёмная дочь говорит с женихом, «Отец, как много ты страдал!» И там он поднимает глаза, и распятие на весь экран. Оставили его, значит, Франция и Германия. Фильм отличный. Он говорит, нет, это он, великий страдалец. Он взял мой грех. Он умер за меня, и кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. Вот как. На Голгофу, на распятие, Иисус идёт струи крови по дороге, за нас льёт. Вот что нужно знать. Я уже себе не принадлежу. Я бы хотел вот так поступить. Вот сейчас дверь открыть, жарко сегодня, я не позволю. Лишнее ведро сохранить угля, чтобы... Мы готовим сейчас издание, у меня 38 томов к нему вышло, и сейчас переиздание идёт, и новое. Новое – это проповеди. Только договорились уже на 6 томов. Каждый том 1320 страниц. 114 страниц фотографий цветных. Это вообще вещь непревзойдённая. И всё проповеди во свете Святой Библии. Такого никогда в мире не было. А перед этим вышла проповедь в стихах. 4 тома по 880 страниц, кажется. 820 страниц. Тысячи стихотворений. Каждое стихотворение 9 куплетов, по 4 куплета эпиграфа из Библии. Это Бог делает. Только Бог. Человеку это немыслимо сделать. Поэтому у меня сон был два с половиной часа в те времена. Каждую минуту старался уделить Богу. Это невероятно. И сейчас вот работаю над этой корректировкой. Ну, не знаю как. Уже 190 проповедей прошёл. Подготовил к тому, чтобы отдавать типографию. Работа огромная. Тяжесть огромная. Нам, чтобы издать сейчас вот эта последняя моя лебединая песня, требуется примерно 10 миллионов рублей. Вот и всё. А где взять? Не знаем. Я когда первый издавал 38 томов. Денег нет. Минимальная пенсия. Значит, назад обернулся. Мне обошлось это 55 миллионов рублей. 750 из тысяч экземпляров подарили библиотеке мира. Мы проехали государство Европы все. Скандинавия, Прибалтика. И здесь до Владивостока дошли из Барнаула. Турция. Греция. Это Бог делает только. Это человеку никогда не сделать. И везде мы были с дарами. И подарили 650 библиотек своих. Нам обошлось этот подарок, который мы сделали. 35 миллионов рублей. Когда говоришь, люди за голову хватаются. Да где же вы берёте? Бог. Молитва. За нас сколько людей молится. Мы для Бога это делаем. Вот поэтому я вам скажу, что рождённый свыше, он горит в огне буквально. Сердце его пышет любовью. Ни к чему для меня нету. Угрозы какие. У меня 32 тысячи, наверное, в чёрный список занёс только. Угрожают, что попало. Каждый день. А почему? Я отвлекаю огромные силы от сатаны. Люди, которые меня поносят, других они в это время трогать не могут. И я благодарю Бога. Прости им, Господи, безумие. Что они делают? Они не знают, где правда. А ты нам открыл это всё. Вот так. Игнатий Тихонович, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, почему тогда отпадение от веры такое происходит? Значит, это нет рождения свыше. Даже мы, верующие, ходящие в храм, ослабеваем в вере. Значит, мы не рождены все, да? Так получается. Знаете, мне трудно на этот вопрос ответить, потому что в меня это не вмещается. Я отвечаю головой. Я этого не пережил. У меня любовь только разгорается и разгорается больше, как Христу. А что назад отступить? Какой ужас. Что скажут против моих друзей, с кем вы связались? Сегодня-то какие клеветы на меня есть, они тоже разносят. Все же знают, что у меня ничего нет. Бывает и такое. Он был с нами, но, говорит, ушёл, и через то обнаружилось, что не все были с нами. Евангелист Иоанн пишет. У нас как у православных. Принято говорить, я грешный, супергрешный, архигрешный. А Библия не так учит. Рождённый от Бога не грешит. Не грешит. Это первое послание Иоанна. Дальше он говорит, рождённый от Бога не может грешить. Не может. Настолько ему грех противен. Но вы не думайте, что вы сопьётесь. Запаху даже не хочу делать. А наркотики? Да что говорить-то, дурь всякую. То есть, никогда. Я Христов. Да как я могу пойти куда-то? К каким врагам? Когда он за меня умер, я себе не принадлежу. Я всё сравниваю. Как Господу нравится то, что я с вами разговариваю сегодня? В очах Господних. Поэтому меня Господь протянул по таким трубам ГУЛАГа, что сегодня люди говорят, да там выжить было невозможно. Выжил. Живой реабилитирую он. Это Бог делает так. Я поняла, у меня много вопросов уже отпало. А вот смотрите, смотрите, я сейчас, сейчас я Николаю скину, а он вам скинет. У меня есть сайт. Там я отвечаю студентам в университетах страны на 4124 вопроса, разделённых на 55 папах. Вы себе сразу найдёте. Притом я отвечаю по 5 параметрам. Ни один человек в мире на это ответить не может. Что означает? Вот я не знаю, какой вы вопрос зададите. А я стою за кафедрой. Мне задают вопрос, я на этот вопрос отвечаю, что говорит Библия. В Библии 77 книг. Я на память говорю, какая книга, какая глава, какой стих. И цитирую с точностью данной буквы. Второй параметр. Что по этому вопросу говорят святые отцы? Это 300 томов по 700 страниц. Что говорит церковное право? 719 параграфов. Что говорят жития святых? 1173 биографии. За 19 столетий. И пятое. Что по этому вопросу говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч файлов. Вот сокровище какое. Игнатий Тихонович, выходит, что если не рожден свыше, значит, выстроить отношения личностные с Господом невозможно, да? Конечно, нет. Никак. Первый шаг делает. Притом, рождение, это не год какой-то, рождение. Если больше дня рождения, женщина умирает. Так и здесь. Вот у меня это было, мне было уже 23 года. 27 сентября 1962 год. Я жил на Алтае, родился на Алтае. А в это время я в Латвии. В это время я учусь в высшем мореходном училище и работаю на корабле. А душа томится. Я знаю, у меня будущее какое с выходом за границу. 100% здоровье, спортсмен. Пустое все, корм червям. Но когда мне дали Библию, только не полный Новый Завет, а сами обедали, хозяева. Это Карл Розенберга 18-4, Венсплс. И они когда зашли, у меня все колышется, Господи, так помолиться охотой. Я нашел тебя. У меня сразу как вереница. Вот там Господь со мной разговаривал. Там верующий. Я не отвечал на это. Сомневался. А тут наступил момент, как Господь так окружил. Вот как. Я когда людям рассказываю... Владимир Тихонович, мгновенное рождение свыше. Да. Вы Богом поцелованные. А остальные проходят, наверное, этап от крещения и дальше путем стяжания благодати через Слово Божие, через проповедь, через много чего. Ну, надо от многого отречься. На днях мне один говорит о неверующих, привел в дом. И вот у него там было, он ночь не спал, они говорят, и он... Что мне делать? Драть тебя надо, за их грудзу. Больше тебе что делать-то? Как ты неверующих мог допустить разговаривать с ними, когда они против Бога идут? Я даже не мыслю никогда это. Шторки должны быть закрыты, чтобы тебя никто не видел. Мы встаем всегда в 4.40 по местному времени. В 5 начинается дозвон, идет молитва. И через каждые 2 часа молимся. вот какое дело. Игнатий Тихонович, я хотел спросить еще у тебя такой вопрос по предательству Иуды. Это вопрос непростой. Вот не то, что он там сребролюбив был или что-то. Тут, видимо, очень глубокие корни. Да. Ведь он был равноапостольный. И Петр предал, и все они разбежались. Почему именно Иуда? Он предал, а Петр не предал, он отрекся. А тот пошел и за деньги продал. Дело в том, что считается, я считал, Григория Митрополита, один день святой жизни, дореволюционный так. Он говорит, предал интересы Иуды Христос. Он ждал, что будут начальниками, губернаторами, министрами, и вдруг ничего нету этого. Он обманут Илус в своих надеждах. Ученики спорили слева, справа, кому сесть. Они в это ли время устанавливались царство Израилева, а оказалось, все по-другому. Вот когда мне это Бог открыл, все, меня с работы поперли сразу. Даже говорит страшно, 26 лет меня томили. Почему? Потому что по-другому никак. Господь знает, кому что послать. Вот так, с неберующим никакого разговора не вести, кроме благодатного. Говори о Боге. Он не нуждается. Отойди от него. А в дом водить вообще не надо. Какая нужда? Игнатий Тихонович, скажите, почему не все веруют в Бога? Это что, предызбранность? То есть, мы можем прийти к Богу, к вере, только если Господь призовет через Господа Иисуса Христа. А почему кто-то не приходит к вере? Кто-то вообще агрессивно настроен против веры? Хотя, казалось бы, Господь ничего плохого никому не сделал. Почему такая агрессия? Почему люди против Бога? Никак. Но как только случилось, первые снаряды упали, все, Господи, помоги. Почему? Нужда, голод. Как они ведут там себя, люди, когда в плену? Бог все меняет. И потом посылает. А почему дети умирают? Да Бог знает, что они будут хуже некуда. И забрал вовремя. За время только перестройки в Русской Федерации, в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Страна захлебывается кровью в женской вагине. Это что, нормально? А у меня отец уходил на фронт, а мама была беременная. И он сказал, Марья, если аборт сделаешь, я домой не вернусь. Вот какие люди были. У него матери была, она 12 родила. Ну, живых было 10. А сегодня сам жену подталкивает кобель бесхвостый. Игнатий Тихонович, можно ли спастись? Вот мы живущие, ну, уходящие в храм, исповедующиеся, причащающие, ну, как бы старающие как-то идти к Господу, да? Можно ли как-то спастись через покаяние, веру? Что спасает человека? Вы называете... Вера, дела, вера. Я понял. Это плоды, которые от рождения свыше, от сердца тогда идут. А не то, что пришел, свечку-то вонючую купил, а там воска нету. Она... В руки брать ее поганую нельзя. А вы не понимаете, приходите там имена засчитать, все это высчитать с себя, за крещение деньги берут, это симония, о чем Алексей Второй говорил, патриарх. А когда ты уверуешь во Христа, рожденный свыше, мне их, эти конституции, не нужны. Но я знаком, чтобы случайно не нарушить. Мы намного выше этого идем. Они что говорят, это все пустое. А когда Бог сказал мне, я открываю, Николай, он знает, что я по сторонам никогда не буду говорить, конкретно. И не буду ломаться перед ним. Он не прав. Я ему расскажу, где ты не прав. Ограничу встречи с тобой, чтобы дедря время не отнимал. Так, все, сестра Ольга, я ухожу. Спасибо Христу. Сейчас я вам скину, скину. Вы тогда зайдите на мой сайт, чтобы Николай помог вам. Вы там найдете ответы. 4 124 вопроса отвеченные. У меня сокровище, море. Буквально море. Там и... Аминь, Аллилуйя. Битва, это сказать, Библия насчитана. 12 тому. Сейчас. Все пока. С Богом.